Завтра в одиннадцать. Генерал Трофимов. Мне назначено на двенадцать. Я предупрежден. Генерал Вождев, проходите, пожалуйста. Разрешите? Валяй! Узнал, старый человек. Не ожидал. Узнал. Ну, просто не ожидал. Садись. Курить-то у тебя можно, генерал? Дыми, дыми. Камэск. Все хранил. Молодец. Настоящий мужик был. Как живешь, Алеша? Как Люба? Егор-то поди уже полковник. Егор погиб. Прости, Алексей. Прости. Не знал. Есть такая профессия, Иван. Защищать свою Родину. Выпьем, Алеша. Светлая память Егору. Светлая память всем, кто погиб за Родину. Светлая память всем. Извини. Да. Да, 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 докладываете. Да. Нет. Что значит, не успеваете к сроку? Выполнить и доложить. А ты действительно крут. Между прочим, у тебя там народ. Может, мы вечером встретимся? Вечером, само собой. У меня к тебе дело, Алексей. Не надоело тебе старому по войскам кочевать? Опыт у тебя огромный. Пора передавать молодежи. А я что делаю? Так ведь не тот масштаб. У-у-у. Да, да. Заманчу. Москва. Академия. Да, Манча. Только видишь ли, Ваня. Дивизия мне эта дорога. В ней Егор воевал. Понимаю, Алексей. Поэтому и не тороплюсь ответом. Возвращайся в дивизию, посоветуйся с Любой. Ну, а там и... Что же откладывать-то? Вон она, Люба. Сидит на лавочке, как положено офицерской их жене. Что ж ты мне раньше-то не сказал? Старый хрыч! Здравствуйте. Здравствуйте, Люба Трофимова. Ваня? Ваня! Господи! Ванечка! Ванечка! Спасибо. А вы совсем не изменились, Люба. Помните Туркестан, испуганную девчонку в песках? Вы действительно не изменились. Чуб тот же. Только седой. Да орденов пал на грудь. Спасибо. Но у тебя тоже хватает. Половина ее. Что, не так? Не так. Вот так носил наш лучший друг ком взвода в Орала. Как живете, Ванечка? Семья, дети. Ты что, серьезно, до сих пор не женился? Не встретил такую, как твоя жена, вот и не женился. Ну, раньше надо было отбивать в Туркестане. Да, вот такого-то бьешь. Одни красные штаны чего стоили. Ну, мне пора. Так как же, Алексей? Может, посоветуетесь, а вечером решим? Ну, а что же вечером-то? Вот, Любаш, предлагают нам в Москву ехать. В Москву? В Москву. Нет, Ванечка, мы уж лучше домой, в дивизию. Ну, вот и решили. Товарищ генерал-полковник, решите обратиться генерал-майору Трофимову! Это что за явление? Разгирлей. Внук. Вот оно что. Тебя как звать-то, Егорыч? Иваном, товарищ залполковник! Ну, здравствуй, тезка. Здравия желаю, товарищ залполковник! Совсем углушил. Зачем кричишь? Командный голос вырабатывает, товарищ залполковник! Почему с чемоданом? Убываю очередной отпуск, товарищ залполковник! Ах, убываете! Так... Унижали, стало быть. За внучонка хлопотали. Ванечка, пойди купи деду военный вестник. Военный вестник в киосках не продается. Я лучше так отойду. Ругайтесь. Я не желаю, чтоб Иван рос генеральским внуком. Не желаю, ясно? Ваня едет с нами. Это я велела ему прийти сюда с чемоданом. Нет, не едет. А немедленно отправляется обратно в училище. Пешком. С чемоданом! Отставить. Я как старший по званию, товарищ генерал, отменяю ваше решение и приказываю взять этого замечательного внука с собой. А ты не очень-то веселись! Ты у меня будешь каждый день полы драить! Есть полы драить! Держи, внучок. На память. Спасибо. Жду вечером и не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok